Свой первый рассказ Юрий Егоров написал в 11 лет под впечатлением от творчества Жюля Верна. Он назывался «Плавучий остров». С тех пор литература сопровождает его всю жизнь. Последние годы как-то так получилось, что литература все остальное отодвинула, даже на какой-то момент отодвинула мою основную профессию, где я, в общем-то, был человеком успешным. Но вот в этот момент я почувствовал, что это необходимость. Заняться творчеством. Сейчас Юрий Николаевич – член Союза писателей России, участник литературного объединения имени Шкулева и развилковского «Лито Рифма Плюс». Автор пока еще не законченного романа, четырех повестей и более двухсот сказок и рассказов. Жанр сказок, он очень популярен, потому что о некоторых вещах ты не можешь говорить прямо, но тогда ты говоришь устами своих сказочных героев. Спрос уже с них тогда происходит. В литературной среде его называют волшебником. Об этом говорят и названия его рассказов. Во многих из них присутствует слово «волшебство». Герои всех моих историй, они имеют конкретные прототипы. Но это не значит, что я пишу о конкретном человеке. То есть закладывается информация в твое сознание, ты подмечаешь в человеке какие-то важные черты характера, ты замечаешь какие-то важные события, когда человек должен, как я уже сказал, сделать какой-то важный для себя поступок. И уже дальше это все в твоем мозгу как-то срастается. Ты героям даешь имена, ты героев помещаешь, допустим, в ту же сказочную обстановку, и вот так вот рождается рассказ. Книги писателя в продаже найти достаточно сложно, но познакомиться с его произведениями можно в социальных сетях. Это еще и прекрасная возможность привлечь читателей из других стран. Ты понимаешь, что твое творчество нравится, оно имеет своих поклонников, и тебе хочется дальше продолжать развивать свои идеи, раз они находят отклик в сердцах людей. Юрий Николаевич вот уже 18 лет живет в деревне Дроздова. Практически каждый месяц проводит творческие встречи в библиотеках нашего муниципалитета. Я режимник. То есть я знаю, когда я буду писать. Вот как футболист, он знает, когда будет проходить матч. Он готовится к матчу. Я знаю время, я знаю день, я знаю, что мне надо, как себя вести накануне. Ну вот как спортсмен такая тренировка. Юрий Егоров дважды становился дипломантом областной литературной премии имени Пришвина, лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Но особенно гордится победой на фестивале Гоффмана с рассказом «Оленья охота короля Витольда» по мотивам картины Лукаса Кранаха-старшего. Интересно, что вдохновение пришло к автору в очереди на прием к стоматологу. Там были разложены альбомы с картинами-художниками. Привлекла неизвестная мне фамилия. И когда я увидел вот эту картину Лукаса Кранаха-старшего, в мозгу родилась почти сразу эта сказка. Я сел в кресло к стоматологу и сказал, у вас 15 минут, потому что после этого я должен торопиться домой, чтобы записать сказку. 24 сентября герой нашего сюжета празднует свое 60-летие. В ближайших планах писателя – организация второго литературного рождественского фестиваля. Он проходит в социальных сетях, для этого создан специальный ютуб-канал. В фестивале принимают участие авторы из разных стран. И это станет большим подарком к собственному юбилею. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Витнет-ТВ.